Об Аврааме и Исааке Послушный велению Божию покинул Авраам свое отечество и все родство свое и переселился в чужую землю. Немало бессы перенес он, обитая здесь, в ожидании исполнения божественного обетования. Велико было испытание. И через него обнаружилась непоколебимая преданность патриарха Богу. Прошло много времени. Юность, как цвет, уже увидала. Старость была при дверях. Природа, истощив свои силы, склонялась к старости. Вместе с супругой своей патриарх чувствовал уже упадок и ослабление сил. Миновала молодость, и закон природы вступал в свои права. Но ничто не колебало их надежды на Бога. В ней они пребывали непоколебимы. Тогда-то, вопреки всякому ожиданию, родился у них Исаак. Во всех отношениях Исаак был образом спасителя. Как несвойственно природе было то, что зачала омертвевшая утроба, и сохшие сосы питали молоком Исаака. Так несвойственно природе было и то, что без мужа зачала Дева Мария и непорочно родила владыку всех. Один и тот же сделал Сарру на старости лет матерью, и Марию сохранил Деву и после рождения у нее сына. А ангел в палатке сказал патриарху, в это время роди сына Сарра. А ангел же Исрееми сказал Деве Марии, вот благодатная роди сына. Рассмеялась Сара, зная свое бесплодие, сознавая омертвение своей утробы и не доверяя словам ангела. Как, подумала она, может это случиться, когда мы с Авраамом утратили уже и самую способность деторождения? Сомневалась и Мария ввиду свое девства, печать коего пребывала неповрежденной и неразрешимой. Как будете ей, когда я мужа не знаю? Конечно, по законам природы это благовестие несбыточно. Но тот, кто вопреки человеческим расчетам дал Сарре Исаака, сам и воплотил Сарь Девы. Чрезвычайно обрадованы были Авраам и Сара, когда родился у них послов Божий Исаак. Обрадованы были и Мария с Иосифом, когда родился Иисус по благовестию Гавриила. Обильно изливалось молоко из уста Исаака, из сосов той, которая сверх всякого ожидания сделалась матерью. Обильно питала молоком Дева того, кто питает концы вселенной. Кто скажет, возобива бесплодная Аврааму, что Сара на старости лес молоком кормит сына? Кто, говорила Мария, поведает людям, что я, Дева, родила и воспитываю сына? Не Исаак был настоящей причиной смеха Сарры, но тот, кто родился от Марии. И как Иоанн своим взыгранием в очреве, так и Сара своим смехом предвозвестила радость о нем. Возрос младенец и сделался цветущим отроком. Светел и прекрасен был он. Добродетели души его с каждым днем возрастали вместе с его красотой. Не нарадовались на него родители. Вы, которые имеете детей, возьмите его за образец. Как радуется отец, глядя на своего юнеющего сына, и как он должен радоваться при виде его преуспеяния в добродетели и науках. Но когда Авраам утешался успехами своего сына, тяжкое испытание и искушение постигли его. Тут-то должно было обнаружиться, что в нем сильнее – влечение природы или любовь к Богу. Представляя себе все силы этого испытания, я ужасаюсь возлюбленное и содрогаюсь. Итак, опять является Бог Аврааму в откровении, и, называя его по имени, говорит ему, возьми сына твоего, единородного, которого возлюбил, возлюбленного твоего Исаака, и вознеси его во всесожжение своими руками на одной из гор, о которых я скажу. Когда услышал патриарха это обращение, Авраам, Авраам, то с готовностью при них слухом, ожидая нового проявления милости, в его мыслях предносилось сочетание сына браком и устройством брачного торжества, чтобы таким образом начало сбываться на деле божественное обетование о семени и об умножении его потомства. Мы исследуем слова повеления, возьми единородного, возлюбленного твоего, видишь на что рассчитаны эти слова, как уязвляют они Отца и как поджигают пламень природы, как возбуждают они отеческую любовь к Сыну, называя его сразу и единородным, и возлюбленным, чтобы такими наименованиями воспламенить в сердце Отца любовь к Сыну. И вознеси его во всесожжение мне на одной из гор, о которых я покажу тебе. Что испытали вы, услышав эти слова? Кого из тех, кто имеет детей и по опыту знает всю силу в природной любви к ним, не повергнет в изумление это повеление? Так подумайте же. Подумайте только, таково было Отцу услышать о заклании единородного Сына. Кого не поразило бы это требование? Кто не отвратил бы тотчас лица? Кто не отозвался бы на это повеление готовностью скорее умереть, чем его исполнить? Или кто не стал бы оправдываться перед ним, приводя в свидетели самую природу такими словами? Что это такое повелел ты? Что за чудовищные речи слышу я от тебя? Неужели для того хотел ты сделать меня отцом, чтобы потом заставить сделаться сына убийцей? Неужели для того и удостоился я этого сладостного дара, чтобы теперь сделаться притчей для всего мира? Своими руками должен я заколоть сына, и родной кровью осквернив руки должен я быть где-то убийцей. Так вот чего ты требуешь, вот какие жертвы приятны тебе. Ты повелеваешь мне умертвить моего возлюбленного сына, на которого мы с Сарой надеялись, что он похоронит нас. Такой-то брачный чертог воздвигнуть ему, скажут мне, таким-то браком обрадовать его. Не торжественные свадебные огни возжечь для него, а огонь надгробный. Какими венцами я украшу его, какое ложе приготовлю ему, какие песни устрою над ним? Как я сделаюсь, по твоему слову, отцом народов, лишившись даже и единственного сына? Но ничего подобного не возродил праведник. Любовь к Богу пламенела в нем сильнее огня. Острее ножа была его ревность по воле Божией. С полным послушанием он заглушил в себе голос природы. И от чувства родственной привязанности, отрешившись, как от чего-либо свойственного земле, он всецело отдался исполнению этого повеления – заколоть своего сына. Даже жене своей ничего не сказал об этом деле и не поделился с ней тем, что лежало у него на душе. Из его стороны было весьма разумно, что он не считал жену достоверной и полезной советницей в таком деле. Ведь и Адаму никакой пользы, а напротив, один только вред был от того, что он послушался совета Евы. Итак, чтобы избежать вмешательства жены и чтобы Сара своим плачем, как свойственно матери, не поколебала в нем его глубокой и напряженной любви к Богу, Авраам постарался скрыть от нее свое намерение. В самом деле, сколько слез пролила бы Сара и над сыном, и перед его отцом? Чего она не сделала бы, узнав, что сына ее влекут насильно на заклание? Каких усилий не употребила бы она, чтобы своими объятиями удержать его при себе? Каких слов не нашла бы она для Авраама, чтобы в отчаянии причитать перед ним? Пощади, пощади сына своего, своего родного, пощади, о Авраам, не будь извергом среди людей. Исаак, единородный мой сын, мой первенец, первый и последний плод моих мук. Не оттекай же единственного грозда, который мы породили, когда уже обречены были на бесплодие, Не пожинай безжалостным серпом единственный колос, который мы возрастили вопреки нашей мертвенной природе. Не ломай жезл, на который мы опираемся, не сокрушай опоры, которая нас поддерживает. Не лишай на собоих этого единственного нашего ока. Не истребляй памяти нашей под небом, не предавай на заклание подобно овце нашего агнца. Не отнимай у нас радости, не повергай нас в плач. Но кого будем мы без него, на кого любоваться за столом? Кто назовет меня матерью? Кто будет покоить нашу старость? Кто нас оденет по смерти? Кто опустит в могилу наши тела? Кто сохранит в потомстве нашу память? Ведь мы будем совсем бездетны. Посмотри на его красоту, на его цветущую юность, который во враге видит и, конечно, умилился бы. Разве я не получил его как плод долгой молитвы? Разве он не остается единственной отраслью нашей семьи, последним в нашем роде? Он опора нашей старости. Он единственная надежда наша в нашем отчаянии. Прежде чем вонзить нож в горло нашего возлюбленного сына, убей сначала меня. Ты достаешь мне величайшую радость. Пусть будет у нас общая могила, общая гробница. Пусть одна и та же земля покроет тела нас обоих. И пусть смерть будет общим уделом бесплодной и ее сына. Пусть общее надгробие поведает о нашей участи. Но не увидит глаза Сары ни Авраама, сына убийцы, ни Исаака, убиваемого руками отца. Вот что и подобное этому сделала бы Сара, если бы узнала, что возлюбленный сын ее обречен на заклание. Потому-то Авраам ничего и не сказал ей о своем намерении, чтобы она не связывала ему рук. И так возложил он на отрока вязанку на колотых дров, подобно тому, как и Спаситель понес крест свой. Когда Исаак шел на заклание, за ним следовали осел и рабы его. Так и Христос, когда шел на страдания, воссел на молодого осла, предображая призвание язычников. А за ним следовали ученики его, неся в руках знамение победы и взывая Асанна. Исаак с ножей дров восходил на гору, где его ожидало заклание, подобно непорочному агнцу. Так и Спаситель восходил, неся крест свой на Голгофу, где и предался на заклание, как агнец за грехи наши. И так, видя здесь нож, представляй себе копье. Вспоминая о жертвеннике, воображай себе лобное место. Привиди дров, вспоминая о кресте. А огонь пусть служит для себя указанием на страдания. Далее, вот Овин, двумя своими рогами запутавшийся в кустах, называемых Савек. А здесь Христос, агнец Божий, две свои руки распростершены на кресте. Название кустарника Савек означает «оставление». И действительно, благодаря ему оставил патриарх свое намерение заколоть сына, что признаменовало крест, оставляющий миру грехи его и подающий жизнь. Овин, запутавшийся в кустарнике Савек, таинственно избавил одного только Исаака. А агнец Божий, вознесенный на крест, избавил мир от смерти и ада. Разлучен был Исаак со своими рабами и увлечен на гору, где ожидала его смерть. Разлучен был и Христос со своими учениками, восходя на заклание за нас. Итак, праведный Авраам оставил рабов под горою, чтобы кто из них не воспрепятствовал его священодействию. И взяв Исаака, один ведет одного, неся вместе огонь, нож и дрова. Что же Исаак? Низнейшим голосом обращается он к отцу с такими словами. «Объясни мне, отец, вот огонь и дрова, а где же овенность и сожжение?» Опять голос отрока проникает до глубины родительского сердца. Опять новое ужасное испытание постигло его. Опять новое искушение предстояло ему не слабее первого и не снисходительнее. И как мог удержать себя слез Авраам, уже не ожидавший более услышать имя отца? Однако он не поддается печали и не дает места плачу. Но бестрепетной душой и без малейшего колебания в мыслях он принял нежный вопрос отрока и говорит в ответ ему «Бог усмотрит овца во всесожжение чада». Эти слова были просто ободрением отрока, а может быть вместе с тем в них заключалось и пророчество о будущем. Между тем они достигли назначенного места. Здесь Авраам устраивает жертвенник, делает приготовление к жертвоприношению, оттачивает нож, огонь и дрова расколадывает отец для сына. Затем отец берется за сына, не встречает никакого препятствия в голосе природы. Со своей стороны Исаак позволяет отцу делать с ним все, что он хочет. Кому из них больше удивляться и перед кем изумляться? Какие похвалы воздать и кому из них? Тому ли, который из любви к Богу поднял руку свою на возлюбленного сына, или тому, кто свое послушание отцу засвидетельствовал готовностью умереть от его руки? Один восторжествовал над своей природой, предпочитая ее требованиям заповедь Божию. Другой из чувства сыновнего послушания готов был принять смерть, считая, что лучше умереть, чем огорчить отца. Далее Авраам берет связанного сына. Не дрогнули у него руки, не он имел ум. Сколько раз не приходилось мне видеть изображение этого отрока. Никогда я не мог удержаться от слез. Искусство с особенной силой и ясностью раскрывает перед моими глазами внутреннюю основу этого события. Вблизи жертвенника лежит Исаак, склонившись перед отцом на колено, имея руки связанными назад, тогда как Авраам сзади затягивает ремень. Затем одной рукой наклонив к себе за волосы голову сына, он склоняется над ним и смотрит ему в лицо, тогда как Исаак жалобно смотрит на него и ожидает удара. Правая рука Авраама, вооруженная мечом, направляет удар, касается тела. Уже у самой гортани острия ножа остается вонзить нож в тело. И тогда-то раздается с неба голос, воспрепятствовавший совершить этому ужасному делу. — Авраам! Авраам! — возгласил он, — не налагай руки твоей на Исаака и ничего не делай с ним. — Ныне я познал воистину, что ты боишься Бога и не пощадил сына твоего возлюбленного ради меня. — Вот пред тобой овин в кустаренький совет, возьми и принеси его, — говорит, вместо Исаака, — чтобы удостовериться в том, что твоя жертва, твое горячее усердие приняты мною. Изумились ангелы, начало и власти, престолы, господство и все воинства. Поражены небеса, солнце и луна и лики звезд этим удивительным зрелищем. Но Бог был удовлетворен одной готовностью вернейшего и благочестивого Авраама. И сказал ему, — Благословляя, благословлю, и умножаю, умножу семя твое на земле, и как звезды небесные, потому что ты послушал голоса моего усердно. И поспешил исполнить повеление мое. И дал Бог из скалы овна для того, чтобы принести его в жертву вместо отрока. В самом деле, Бог не благоволит к бездушной жертве, когда приносит ему жир и дым, но требует от них жертвы живой, святой, благоугодной, духовного служения, как это внушает всем апостол, со всей ясностью показывая, что такая жертва приятна Богу. Бог велел Аврааму принести в жертву сына не для того, конечно, чтобы сделать его дето-убийцей, но для того, чтобы всей вселенной показать, как сильно любит Авраам Бога, если не пожалел для него даже своего единственного сына Исаака. За это Бог открыл Аврааму, как своему другу, великую и необычайную тайну. Совершая свое жертвоприношение, Авраам был священником, а так как оно имело значение прообраза, то тем самым он становился и пророком. Именно Бог Вышний открыл ему, что и он сам для мира хочет отдать своего единородного сына, чтобы Бог, вочеловечившийся, спас от заблуждения рост человеческий. Это именно означало то, что вместо Исаака принесен был в жертву овен, оказавшийся в кустах. Так как предстоявшее в будущем рождение сына Божия от святой Девы могло быть принято с недоверием людьми, не допускающими мысли, чтобы Дева, не познавшая мужа, могла носить в очреве сына, то Бог из скалы произвел овна, чтобы раз тотчас исполняется все, что требуется его волей, было достоверно то, что должно было показаться невероятным. Итак, как здесь слово послало овна, так в Деве слово сделалось плотью. И как овен висел, запутавшись в кустах, так единородный был вознесен на кресте. О нем ведь Исаия провозглашал, как овса введен был он на заклание. И когда Господь говорил иудеям, Авраат рад был, увидев день мой, и возрадовался, очевидно, он разумел день страдания, прообразованный жертвоприношением Исаака на Святой горе. Благословен Бог, преобразивший нам все дело спасения во святых писаниях и в воплощении Своем, исполнивший все, что предсказали пророки, и затем вошедший во славе к Отцу Своему, чтобы на всяком месте мы поклонялись Отцу Сыном и Святым Духом вовеки. Аминь.